Ветер перемен Умение вести себя на сцене и не только на сцене Публичная речь на самом деле она публичной называется Уже с того самого момента, когда у вас не два слушателя, а три Три слушателя и уже все, это считается публичной речью То есть по большому счету речь, которую вы подготовите Ее можно уже начинать, как говорится, пробовать, износить Даже просто в семейном кругу, можно сказать Потому что, ну конечно же, какие-то хорошие слова Правильно находенные слова, да еще и произнесенные определенным образом Они могут очень сильно повлиять на окружающих вас людей Ну и, возможно, кому-то из вас приходится выступать в более больших, скажем, аудиториях Скажем, на какой-то корпоративной вечеринке, да Или просто вот там какие-то посиделки, отмечания, поздравления в отделе Торжество, опять же, свадьба друга, юбилей и так далее, и так далее Можно перечислять очень многие события, где можно было бы сказать определенную поздравительную речь Это не обязательно выйти на сцену перед большим залом, там, 300 человек Даже поднятый, как говорится, тост на юбилей, там, папы или друга, да, подружки Он может быть самым разнообразным, согласитесь То есть можно сказать, ну в общем, это, как его Я тебя, конечно, поздравляю, ну и желаю тебе много всего В общем, как бы ты хотела И все Как вы думаете Какая речь, она Запомните Или, может быть, она каким-то образом произведет какое-то впечатление Изменит мнение о вас Или, может быть, доставит удовольствие тому человеку, которого вы поздравляете Поздравительная речь, она, я бы сказала, приори Должна, подразумевая под собой, доставить поздравляемому удовольствие То есть человек должен что-то приятное почувствовать А вот, как правильно пишет Евгений, 99,9% поздравлений Вот примерно настолько краткие и настолько мало информативные И настолько мало несущие какие-либо эмоции, какие-либо чувства Учитывая тот факт, что сила слова достаточно велика И, как говорится, еще в Библии говорилось, да Сначала было слово И мы прекрасно знаем, что слова Слова — это и окна, и стены Словами можно отгородиться Они могут нас запирать И они же могут подарить нам свободу То есть от слов очень многое зависит Ну и давайте не сбрасывать со счетов Такую огромную часть, да Я бы сказала, в процентном содержании Даже большую часть, чем слова Как паралингвистика Вот простые шаги Для того, чтобы хорошо произнести свою речь Вот они эти, собственно говоря, три шага Да поэтому и три дня интенсива Составление речи, то есть азиспич райтинга Второе — это голосо-речевой тренинг И в том числе как бы развитие эмоциональности Различного тона речи Как мы это будем произносить И работа со своими внутренними состояниями Опять же мы трансляторы Что мы будем транслировать Внутреннее состояние, которое у нас Такое будет и, соответственно, у тех, кого мы поздравляем Вот И поэтому, естественно, что я вам предлагаю Принять участие в этом интенсиве Что необходимо для того, чтобы Как бы качественно получить качественные знания Попробовать, как бы, в начальной стадии Начать развивать какие-то навыки Обязательно нужно иметь микрофон и веб-камеру Ну, если на самый крайний случай Если сильно хочется, то, мол, только микрофон без веб-камеры Но микрофон обязательно иметь Потому что очень индивидуально Буквально-таки каждого я слушаю и делаю замечания Это у меня замечательная работа, знаете Главное моё действие – это делать замечания Потому что репетиция, слово, пришедшее к нам из музыки Означает повторение одного и того же И, естественно, что один раз тренинг – это всегда лучше Чем большое количество разного рода информационных семинар Потому что тут вы все, ну, это как шок Вы все пробуете сразу То есть дала что-то, да, какую-то информацию И сразу же ее внедрили Дала какую-то информацию И, собственно говоря, вы с этого интенсива Уже выйдете как минимум с одним вариантом поздравительной речи Что очень важно Как бы нужно все-таки знать, для какой аудитории И для кого как бы конкретно, хотя бы тренировочно Вы это будете делать Безотносительно целевой аудитории Либо к тому, кого поздравлять Невозможно сделать действительно хорошую речь Подготовить, да И, к счастью, у нас с вами есть еще эти самые три недели За которые можно эти навыки успеть вырабатывать Да, как помните Марксу, мы говорим Три недели Ну, мы знаем, что примерно за такое время Вырабатываются определенные привычки Что будет интересного Будут интересные актерские техники И, как правило, этот блок всем нравится больше всего Потому что, ну, мало этим люди Люди как бы-то приоткрываются какие-то новые вообще горизонты И люди этого никогда в жизни не видели, не слышали, не знали И пробуют себя, и у них получается И они видят, что, ну, да я же как бы достаточно одаренный актерский Я могу выразить, да, я могу показать там Вот, я могу владеть собой Дальше Тонкости публичных выступлений ораторского мастерства А с вами попробуем использовать Ну, практически все эти приемы Один раз, как говорится, один раз навык получите И потом всю оставшуюся жизнь будете его использовать Это, знаете, как от праздника торт съедим, шампанское выпьем, подарки износим А навык, если уж выработали, то все, это уже потом, навсегда Вот варианты участия Аж три Базовые первые два дня, то есть сочинники речи и голосоречевой тренер Это для тех, у кого нет проблем с состоянием Но можно выбрать наоборот Если у кого-то как бы с голосоречевым аппаратом все нормально, нет никаких претензий к собственному голосу И вы им владеете в полной мере, можно выбрать другие два дня Первые, например, и три Вот, базовые Естественно, конспекты Естественно, скайп-чат общий Туда же, как бы, я ссылки с доступами на онлайн эфиры бросаю в этот скайп-чат А там же, как бы, мы регистрируемся по Gmail почте в личном кабинете И в личных же кабинетах я выкладываю записи Вот, естественно, что если вдруг в эти девять, девятого, десятого, одиннадцатого Кто в один какой-то из них не попадает То, естественно, что он имеет возможность посмотреть запись Ну и второе, естественно, премиум Премиум это все три дня И Титанум Ну, это самый выгодный вариант И для, как бы, для тех людей, которые, ну, как бы, хотят уж точно, чтобы с ними поработали индивидуально Я предоставляю личные консультации после окончания тренинга Дву удобное, обоюдо удобное, скажем, там время И вы уже, как бы, можете лично для себя отрепетировать, закрепить все эти навыки Я могу проконтролировать, насколько продвижение, усвоение этих навыков идет успешно Потому что бывает так, что Ну, попробовали на тренинге, все вроде нормально, звучание хорошее Записали свое аудио после нашего голосоречивого тренинга Ой, у меня голос так замечательно звучит, все хорошо И прекращают, в общем-то, этот навык дальше вырабатывать, да? А он вот дал вот кратковременный результат, а потом все, голос ушел, сел, он уже не полетный Он уже опять какой-то монотонный Почему? Потому что навык не выработал И никто этого не проконтролировал Человек сам, к сожалению, не очень хорошо контролирует то, как у него получается Хороший способ Если не специалист, то как минимум самоконтроль, да? То есть записываете аудио, видео, смотрите на свои ошибки Делаете, соответственно, выводы и исправляете Ну, я понимаю, что для вас, может быть, нужно время определенное для того, чтобы принять решение, да? Вот, кому еще нужна какая-то информация для того, чтобы принять решение? У кого есть какие-то сомнения по поводу? Задавайте вопросы, я вас с удовольствием отвечу на все ваши вопросы Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!